Девчонки, доброе утро! Сегодня я начну снимать влог, потому что просто влогов обо всем подряд у меня опять не было, да. Я не знаю, у меня почему-то когда вот получается так, что, а, у меня что-то появилось новенькое для дома, значит нужно снять покупки для дома, да. Если у меня это какой-то разбор там гардероба, значит это относится к гардеробу. А вот просто влог, чтобы собрать такую, сделать такую сборную солянку, ну как-то, я не знаю, как-то я упускаю такие моменты. Так что решаюсь и буду снимать чаще влоги, так что если вам нравится такое, если вы меня поддерживаете, то, конечно, ставьте палец вверх, либо напишите в комментариях плюсик, да, ну либо что-то, как-то отметьте это. Итак, я еще не накрашена, у нас вторник, и сегодня наконец-то у нас поменялась погода, такая более прохладная даже, более пасмурная. И немного дома, конечно, тоже стало потемнее. Выйду на балкон, у нас, конечно, визбалконы, это что-то капец. Вот такие старые здания в Греции, которые нафиг никому не нужны, то есть если фасад еще более-менее как бы пойдет, да, ну фасад вот где вот именно балконы, то вот такие боковые части домов, они выглядят просто отвратительно. Вон тот дом, кстати, начали ремонтировать, красить. А напротив у нас вот это здание, оно, видите, такое старинное-старинное, но его городили, и никто им больше ничего не делает, ничем, ну не занимаются им. А вообще его нанести вроде как нельзя, потому что это старое здание, но отремонтировать, видимо, тоже никому это не надо. У нас карантин, людей особо нет, но я слышу, машины ездят, ну обычно, знаете, такое, либо в супермаркет, кто-либо в аптеку, либо кто-куда, в общем, по своим делам. Только с единственной разницей смс-ку отправляем. Закрываю окно, потому что там какой-то шум. А вообще вот так вот темно, видите сейчас, то, что пасмурная погода. Ну и да, как же без стиранного белья? Анжела вытаскивает сушильной машиной, например, какие-то вещи, да, стиранные, складывает в тазик и ставит меня сюда в комнату. То есть вот тебе, Кариночка, на разбор. Так что сейчас нужно это разобрать все по местам. И еще, девчонки, вот это вот зеркало, я вам уже показывала, снимала, оно у меня как появилось. Вот не поверите, у меня просто не хватает времени, чтобы его протереть вот именно с реслом для стекол. Я протираю все, кроме зеркала. Я не знаю, почему оно у меня, оно вроде как смотрится чистым, но сейчас я обязательно это сделаю, протру, потому что я и макияж уже делала, то есть с маленьким зеркалом, оно в пудре все, в косметике. И Оландой сейчас у нас тоже на онлайн-обучении. Школа еще не началась онлайн, но у нее началась школа, которая домашку они делают, то есть за компьютером и английский. И вот я ее сажаю либо за этот компьютер, потому что здесь у меня принтер и у меня есть возможность сразу распечатать что-то, либо за мой вот этот лэптоп, который мой компьютер. Но я обычно монтирую на этом компьютере, поэтому я не всегда его даю, я ее сажаю вот за этот большой, притаскиваю сюда ее стул, потому что он выкручивается и делается более высоким. Потому что проблема в том, что она маленькая, а камера здесь на компьютере вот здесь прям высоко очень, поэтому нужно стул побольше. Вот, так что обязательно сейчас протру все. Так как она делала уроки, у нее занятия были весь день практически, то косметику я притащила в ванную, потому что мне нужно было собраться, и я кое-что здесь вытащила, и также все и бросила. Думаю, ладно, сначала протру в этом, протру сначала в спальню, ну не в спальню, а в офисе у меня, а потом все сложу обратно. Что-то я такая домашняя вся, я недавно встала, если честно, и поспала долго, и получается у меня сейчас опять голова так болит. Я когда, кстати, дольше сплю, чем нужно, у меня болит голова. Мне вот лучше всего встать рано, даже несмотря на то, что если я поздно ложу. Вы не поверите, с нашей другой стороны дома, то есть где у нас спальня находится, проглядывает солнышко. А, ну вот, девчонки, вот насчет домов, видите, я вам говорю, Греция вся такая, вот вся, вот просто в любом городе посмотреть, вот такие дома страшные. То есть не важно, что вот мы, например, наш дом красили, да, а соседние дома, торцы, они отвратительные. То есть нам, чтобы не видеть вот этого говнеца, да, у меня просто нету другого слова, вот этого безобразия, то нам нужно это самим красить. Здесь мы уже закрыли вот такой штук. А, кстати, я вам не показывала, девочки. Здесь на балконе мы закрыли вот такими деревянными рейками, так же, как вот на другой стороне дома. Вот, чтобы не видеть вот эту обломленную крышу соседнего здания. Ну, то есть повесили здесь свет голубенький. Вечером он светится голубым таким цветом, красиво, классно. Но мы его хотим перевесить немного вот с этой стороны, чтобы подсветка шла на наши растения. Потому что сейчас эта подсветка классно смотрится, но с обратной, с задней стороны растений, получается, растения темные делаются. То есть их не видно, мы хотим их, наоборот, подсвечивать. И да, у нас новое растение. У нас был вот этот кипарис дерева, то, что я вам показывала до этого. И сейчас мы купили еще одно деревце, я не знаю, я не помню, как называется, в общем, куст. И там, смотрите, вот, например, внутри темные листья зеленые, а вот эти вот то, что ярко-ярко такие светло-зеленые, это свежие листики. Очень красивая. И горшок взяли, то есть такой же, как этот, только он с обратной стороны, такой, знаете, как треугольником сделали. То есть в углу он там стоит и смотрится очень красиво. То есть понимаете, зачем мы поставили деревяшку? Видите, соседний дом, крыша. Ужас. Ну и вот такой вот у меня здесь вид. Когда, например, я снимаю тикток, то мне очень нравится, что сзади меня вот здесь вот эти растения. Классно. Видите, какие свежие. Он смотрится как будто искусственный. Очень красивый. А когда проходишь мимо этого кипариса, прям пахнет такой, знаете, хвой прям. Итак, спальня. Здесь все то же самое у меня осталось. Все то же самое, то же самое. Мужа научила заправлять постель. Вчера наконец-то до него дошло, что я не в длину покрывала стилю, а вот так в ширину, потому что там все равно подушки. А здесь, чтобы это тоже все прикрыто было. В общем, на сегодня он со мной вместе заправлял. То есть вдвоем намного быстрее это все делается. Потому что одеяло там покрывало, пока просто где-то все заправишь. В общем, сегодня быстренько это все произошло. Так. Кладовка. Выкидываю полотенце. В общем, здесь тоже вот в этих корзинах нужно все разобрать. Я все частями где-то что-то разбираю. Нужно разобрать здесь, потому что на самом деле все перепуталось. Вот. Но здесь есть дверь в кладовке, которую закроешь, и никто ничего не видит и не знает. А Йоланда? Просыпайся. Нет. Йоланда вообще отказывается вставать сегодня. Я не спать. Да ты не спать будешь, ты с планшетом сидишь. Вставай. У него сегодня нет никаких уроков, поэтому она батонится. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. У Йоланды тоже уже все прибрано, в принципе. Это я ей вчера распечатала английский, нужно делать, писать. Йоланда, тебе еще английский писать надо. А ты еще не убралась, ты еще не умылась даже. Зуб шатается. Йоланда очень горела желанием показать вам шатающийся зуб, но я не дам. Давай, просыпайся. Нет. Все, я спам. Спокойной ночи. Бу! Анжела. 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 Баба Люда? Моя бабушка. Анжела. Анжела знаете, как называет? Анжела. Анжела. Я ему тоже иногда Анжела называю. А ты, да? I buy... 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 Анжела все что-то покупает. Я говорю, что делаешь? Он купил, он покупает, я купил. Он все время что-то покупает. Анжела, don't spend all the money. Так. Еще у меня красота. Кстати, этот цветок выставляю на окно. Вот сюда, поближе к солнцу, потому что, мне кажется, он в тени у меня стоял и немного как будто бы желтели кончики листиков. Вот. Поэтому выставляю к солнцу, к солнцу, ну, к свету. И нужно вообще помыть окна. Окна грязные, стекла именно. Давно не протирали. Но это не сегодня. Все равно дождь. Петенки, где вы храните фрукты? У меня, в общем, фрукты стояли сначала тоже вот так на столешнице в какой-то... Ну, в какой-то тарелке, да, в глубокой. Потом они мне надоели. Вот этот вид тарелки. Я и стала убирать фрукты в холодильник. В холодильнике они ледяные. Сейчас дома как бы не жарко уже, не лето. Поэтому хочется не таких ледяных фруктов есть. Поэтому опять вытащила уже стеклянную вазу. Ну, такую тарелку, чашу. И сложила уже сюда. Думаю, пускай греются, стоят. И здесь прям какое-то умиротворение в гостиной. Свет еще такой темный. И смотрите, кто здесь сидит в батоннице тоже. Такой же, как и Иоланда. Лежит возле окошка и отдыхает, да, Марси? Эй! Вообще из 24 часов он 24 точно спит. 24 часа в сутки. Вот спит постоянно, просто постоянно спит. Гардеробная у меня здесь открытая, потому что я, когда утром открываю окна везде, то есть я везде во всех комнатах открываю, чтобы проветривалось, то гардеробную я тоже открываю, чтобы проветривалось в гардеробной. Хотя у меня там сделали вот эту решеточку, ну, насквозь, я, по-моему, показывала уже в эту сторону, видите, чтобы была циркуляция воздуха какая-то. Но все равно, видимо, не хватает, и поэтому, когда окна открываю здесь, то открываю и двери в гардеробную. Я тоже, знаете, что подумала. Думала-думала. Так как у меня вот эти полки ничем не заняты, собственно, а вот эта полочка, то есть шкафы глубокие, и я туда вообще больше не достаю. То есть, ну, это нужно постоянно подставлять в стул, да, чтобы туда что-то положить, либо достать. Поэтому я решила пока, так как не пользуюсь, вот эту одну полку снять. Она здесь, в принципе, вот на таких шурупчиках. И поставить вот здесь, вот где я сажусь обуваться. Но вот именно здесь проведена у меня розетка, вот именно над розеткой, вот на такой уровень. И получается, что внизу у меня будет место хранения для обуви, например. Только единственный вопрос, где я буду сидеть, когда я буду обуваться. Но этот вопрос решаемый, можно поставить какой-нибудь пуфик купить. И еще у меня сегодня утром курьер принес еще один ковер, который с сайта Rug Vista. То есть, это тот же самый сайт, что я заказывала ковер в мой офис. Это с того же магазина. Качество отличное, цены, скидки, да, там хорошие. Поэтому взяла коврик для гардеробной. Когда раскрою, покажу вам. Так, ну что, проверяем опять Йоланду. Йоланда тут встала, я ее покормила завтраком. И наш зайчик сидит, играет. Йоланда, давай английский делать. Нет. Давай. Нет. Прочитай хотя бы, вот сейчас прочитай. Давай послушаем вот эти ответы, вопросы. Am I? Йоланда тут встала. И вот я читаю. Ну, я читаю тоже. Закончила? Да. Молодец. Слышали, да? Йоланда читает, в общем, на английском и перевод на греческом у нее. При этом она знает еще на русском, да, Йоланда? Да. А здесь задание. Йоланда. Кроватку заправлять? Нет. Сама заправится. Сама заправится. Ну, в общем, если кроватка сама у нас заправится, это будет отлично. Я так понимаю, Йоланда сегодня будет целый день в кровати, да? Да. Так что сегодня кровать вряд ли будет заправляться. Да. Мы, кстати, еще одеяло теплое не постелили, просто вот такими, ну, пододеяльники у нас. И Йоланда вот таким одеялком своим покрывалом, да, укрывается. Оно теплое очень и ей так удобно. Потому что для одеял теплых еще очень, как бы, ну, еще не погода у нас. Не такая прям погода. А у нас я постелила тонкое одеяло, пододеяльник засунула. Ну, такое тонюсенькое-тонюсенькое, весеннее. Поэтому тоже нормально. А Йоланда, ну, здесь порядок. Вчера ей папа купил уже вот такой адвент-календарь, киндер. Будет открывать в ноябре, а в декабре. Вот. Так что... Вот так. А я пойду сейчас немного приведу себя в порядок. Хочу, я не знаю, помою голову или не помою. Ребят, смотрите, какие я животных нарисовала, как в Тик-Токе. Йоланда у нас тут все рисует. Вообще, мне так слоник нравится. И обезьянка классная. Йоланда очень любит рисовать. Вот такие вот. Да. Вот такие. Ой, какие малыши. Очень красиво. Я пойду, в общем, приведу себя в порядок. Не буду, наверное, голову мыть. Сделаю хвостик и чуть-чуть подкрашусь. И хочу переодеться, потому что у меня вот эта майка... Так ты же вчера мыла голову. Я не вчера мыла. Это же вчера. Ну, вот именно. Вот эта майка, она очень длинная. И она мне вот так вот делает штаны вверх. Поднимает мне неудобно. Хочу переодеться. А еще у нас гостиная. Вот здесь, помните, у нас кокосовая пальма стояла. Растение. Но мы ей поменяли горшок. Вернее, Анжела пересаживала ее. Взяли вот такой пластиковый. Не нашли нормального горшка. Вот именно такого, знаете, большого размера. И чтобы не был таким супер дорогим, потому что они там под 70, 80 и выше евро стоят. В общем, случайно увидели в саду, где мы растения, например, берем какие-то, вот такой пластиковый горшок. И он такой плотный, прям такой, как объемненький, видите, большой. И Анжела сам пересаживал эту кокосовую пальму. Оставили здесь на балконе, потому что еще тепло. И чтобы она, знаете, как бы, ну, набралась сил, что ли. Вот. И мне кажется, она немного подросла у нас даже. То есть она такая, как крепла. То есть пока тепло постоит здесь на балконе, здесь не дует. У нас тенты стоят, висят. И потом, когда похолодает, мы ее поставим обратно в гости. Анжела сейчас, кстати, принес три пары штанов. Вот отдавали на, чтобы подшить. Ему одни штаны укоротили. Он взял себе такой небольшой клеш. Потом у меня вот эти были кожаные штанишки Zara. Классные вообще. Они обалденные штанишки. Здесь маленькие замочки тоже внизу. Но вот эта молния у меня постоянно расстегивалась. То есть мне поменяли, и мне кажется, поменяли только вот эту собачку. И она у меня была черная. Поставили на вот такую. Ну, как бы, ну, не знаю. В принципе, если по бокам все равно что-то будет. Мне кажется, ее особо видно не будет. Но мне что-то как-то цвет не нравится. Ну, в общем, ладно, неважно. Главное, чтобы они у меня держались и не расстегивались. Вот. И вот эти вот Zara брючки у меня, которые лосиные брючки. Бючки расклешенные. Я бы вам показывала, что это размер M. Да, это M размер. В общем, они были очень длинные. То есть только с высокими каблуками можно было носить. Ну, соответственно, на повседневную я же не ношу. В повседневной жизни высокие каблуки, да? Вот. Поэтому мне удобнее, конечно, если бы они были покороче. И отдала я их, чтобы их укоротили. Вот. Я их еще не мерила. Анжела пошел, забрал сам, принес домой. Ну, то есть в любом случае сейчас их померю. И если они мне короткие или длинноватые, или короткие, то я пойду обратно их отдам. Потому что он сказал, меня здесь с запасом оставил. То есть можно их будет, если что, отогнуть еще. Вот надо сейчас посмотреть. Итак, я тут уже переоделась. Одела просто платье вот такое спортивное. С капюшоном. Очень, кстати, удобно. Ну, и вот пока день можно ходить без лосин. То есть просто в носках. Так что сейчас, знаете, что хочу сделать? Хочу померить вот эти штаны черные. Эти я мерить не буду. Потому что здесь я посмотрела, замок вроде держится. Надо их сейчас, единственное, повесить. А это у нас вниз, где подъезд. Лампу надо поставить. Вот. Так что сейчас померю. Блин, надо срочно протереть зеркала сейчас. Ой, длина отлично. То есть если я чуть-чуть... Ну, в кроссовках, понятно, буду, да? То есть... Класс. Мне нравится отбуюсь сейчас. Итак, длину я выбирала такую, чтобы она была практически до пола, видите? То есть чтобы не были сильно короткие. И когда садишься, чтобы... Ну, оно нормально. И стоишь. Можно даже чуть-чуть вверх их подтянуть. Вот. Ну, и плюс с ботинками. Даже с небольшим каблуком. Чтобы они не были такие, знаете, как подстреленные. Девочки, вы смотрите, я обула вот такие небольшие... Ну, ботиночки. Но вот они с таким устойчивым маленьким каблучком. Отлично. Все классно. Ну все, я очень рада. С другого света. Я не знаю, сегодня свет очень плохой почему-то дома. Ну, в общем, классная длина. То есть вот так мне нравится. Чуть-чуть уборочки. Потому что я не могу смотреть, когда где-то есть какие-то следы от пальцев, либо пыль. И конкретно вот это вот зеркало у меня в офисе нужно протереть. Здесь постелили вот эту вот накидку меховую, потому что Марси постоянно оттирается на этом кресле. Так он сейчас и на шкурке на этой спит. Раз уж пошла такая тема, и то и здесь приперусь чуть-чуть. Вот эти зеркала Анжела, они... Я не знаю, кто их постоянно пачкает, но они постоянно грязные. У Йоланды... Ну, я у него вроде протирала зеркало. Так, Йоланда у него протирала буквально вчера всю пыль. Зеркало чистое, так что я пошла... Кстати, здесь в ванной у меня на подоконнике появился вот такой цветок. Вот, с этой стороны покажу вам. Вот я сфиграфью принесла. И я поставила вот такое кашпо. Кстати, девочки, если экран постоянно поддерживать в чистоте, то есть сразу выбирать мокрые вот эти подтеки, то достаточно будет нанести средство для стекол и протереть, чтобы убрать вот эти разводы немножко. То есть не доводить, пока там образуется соль. Перешла не специально на уборку. Да, вот такие вот дела. Девочки, то есть вы хотели влог именно такой? Все подряд. То вот, и уборка, и одежда, и все подряд. Здесь тоже чистота. Я, кстати, всегда вот тоже средством для стекол протираю вот эти вот кнопки, где основывается унитаз, потому что постоянно остаются следы какие-то. Снимала-снимала, я говорила, и не сняла ничего, оказывается. Я, в общем, муж у себя в ванной, в туалете сам все протирает, убирает, но я у него, если начинаю протирать где-то вот, ну, стекла, да, такое, я прихожу тоже у него здесь зеркало, раковину протру. В принципе, оно чистое, но так, знаете, чтобы до блеска. А так я у него совсем недавно тоже мыла вот этот вот душ от соли. Пол пара чистителя мыла, так что здесь чисто. То есть здесь, знаете, здесь, в принципе, каждый день протирается, либо просто пыль смахивается. Вот здесь вот буквально вчера Йоланда у нас протирала пыль. Вот так смахну тоже опять. В принципе, здесь и так чисто. Но пыль копится, да, что ни говори. Открыты окна, постоянно проветриваю. Кот везде ходит. Поэтому от пыли никуда не деться. Только по чуть-чуть вот так, знаете, протирать, смахивать, хотя бы с видимых поверхностей. Маски, куча масок. В общем, здесь это все протиралось вчера. Не буду здесь трогать. Единственное, здесь нужно сейчас протереть стекла, но, наверное, поменять мне вот эту тряпочку надо. Посмотрим сейчас. Поменяла тряпку, потому что уже не вытирает. Снаружи протерла, с внутренней стороны, девочки, если впервые на канале, у меня здесь тоже зеркала. Вот эти вот здоровые, тоже их надо протереть. Все, я здесь тоже готова погладить. Я так и не погладила уже сколько дней. И сейчас буду мужа ждать, чтобы он мне открутил эту полку и прикрутил вот сюда вниз. И буду уже тогда пропылесошить здесь чуть-чуть и постелю ковер. Вы, конечно же, да, на кухне однозначно не обходится без протирания холодильника, потому что все равно пальчики были уже. И протерла также средством для стекол вот эту технику. Часы я здесь так и не поставила, поэтому у меня там вообще погода показывает. И нужно, по идее, почистить плиту. Ну, вот этим гелем специальным у меня от Милле. Но смахнула просто пыль. Но, смотрите, все равно, видите, вот она остается. Это у нас от Марса везде летит. Она везде постоянная. Я не знаю, как с этим бороться. А так чисто. Частота, в принципе. Постоянно тоже по нескольку раз в день протираю столешницу везде. Ну, вы сами понимаете, вот он лазит. Он просто везде лазит. Поэтому, да, боремся так. Иоланда тут в Санта-Клаусной шапке протирает стулья от пыли. Вчера это делала, да? Вчера же, по-моему, тоже? Да. Вчера протирали, но сейчас я глянула поближе. Есть опять пыль. Протирай, протирай. И у себя в комнате можешь в гардеробной тоже смахнуть пыль. Я же не рада. Ну, Иоланда, я тоже вчера протирала где-то, и ты протирала. Но все равно. Пройдись, где увидишь, ладно? Да. Иоланда ответственная по пыли. Она у нас кровать заправила, знаете, как ленивое заправление называется. Обычно подушки я наружу вот так вот все ставлю. Ну, получше, чтобы было. Она просто взяла одеяло вот так натянула сверху подушек, на которых спит. Вот. Ну, в общем, у нее сегодня не такой уж и... День лентяй. Но все равно что-то делает. Разберешь здесь? Нет. Нет, я тоже нет. Сегодня тоже не хочу это делать. Иоланда, сейчас, пока мы еще не кушаем, садись, прочитай английский опять. Опять? Да, опять. Она здесь его уже написала, это все переписала. Вот, то есть они переписывают по нескольких раз. Садись, прочитай. Нужно, нужно повторять. Прочитай пять раз, ладно? Давай, потом я с тобой поучу. Найдет. Ну, конечно. Давай, читай. А, кстати, девчонки, я разобрала также Иоландину гардеробную. Не помню, показала, нет. В общем, здесь порядок. Ну, то есть я поставила вот эти органайзеры, все сложила. Вывесила ее одежду, которая осенняя. Ну, вот, разные кофточки, штанишки там. Здесь у нее что-то халаты висят, юбки, платья, которые вот зимние такие оставили. Летние убрала, что-то маленькое тоже поубирала. И вот здесь вот такие теплые кофты. Куртки я еще тоже не вытаскивала, потому что в куртках еще жарко, конечно же. Ну, и здесь у нее кое-какие игрушки. Фоточки повесила наши. Итак, Анжела у нас сейчас супермастер, будет снимать вот эту полку и будет откручивать вот такой штукой. Кстати, классная штука, что не вручную это все откручивать, прикручивать, а вот такой. И вот такой автоматической. Вот что мне нравятся вот эти шкафы, то что здесь, в принципе, можно как угодно их ставить. Эти полочки, шкафчики под ваше усмотрение и потом это все менять, переставлять. То есть я, как уже говорила до этого, когда делали вот эту гардеробную, то что я посмотрю, как оно будет, а потом переделаю, как мне будет удобнее, например. То есть сейчас вот эта полка останется вот такая большая. Пока так будет, потому что, ну, возможно, поставлю какой-нибудь декор, чтобы было красиво. Потому что на самом деле вот эта полочка, у меня нет столько вещей лишних, чтобы туда еще что-то положить. Вот, ну а здесь она мне будет намного удобнее, вот в плане того, что, например, вот кроссовки, там, либо Йоландина какая-то обувь зимняя, да, чтобы туда складывать. Ну, а здесь выставлять какие-нибудь сапожки, ботинки. То есть еще одно место хранения. А я тем временем хочу открыть ковер. На этот уровень как раз над розеткой что-то было. Так, распаковала, девочки, размер этого ковра. Магазин Рагвиста, ну, Карперт Виста и Рагвиста, это тот же самый магазин, просто их как бы, у них разделение на два магазина, я не знаю, почему так сделано, может быть, один для Европы. Ну, там тоже те же самые ковры, но это одна компания. Называется, ну, как раздел ковров, вот так, Шегги, Шегги, Шегги. И вот оно название. Ссылочку на ковер я вам оставлю, конечно. И размер ковра 3 метра на 80. Есть разные, есть 4 метра, либо 2 метра на 80. Ну, в общем, разные-разные размеры. Вот именно, знаете, что мне в этом магазине нравится? То, что можно, например, если узкое, да, пространство, узкая комната, либо коридор, можно узенькие размеры найти. И отличной длиной, там и по 5 метров есть ковры, вот такие длинные, и по 4 метра, и по 3, и по 2, и по 2, и по 2,5. В общем, очень удобно. И еще, что мне нравится в этом магазине, я не знаю, я как будто им рекламу делаю, но это нет, я покупала. Стоил... Анжела, how much was this carpet? 100? How much? 130? 150. 150? 130. 130. Мне кажется, 130 евро стоил вот этот ковер. Ну, в общем, посылочки, если перейдете, посмотрите. Вот. Ну, да, мы покупали, это не рекламные, не рекламные ковры. И мне что нравится, то, что там можно выставить любые фильтры, цвет, модель, то есть в каком стиле, чтобы были, и, да, очень удобно, вообще очень удобный сайт. Ну что, смотрим? Смотрим. Какая прелесть. Смотрите. В общем, шаги, ковры, шаги, шаги, это такие ковры, которые вот именно пушистые, видите, вот такие. И я, да, несмотря на то, что у нас робот-пылесос, и робот-пылесос может быть, возможно, и будет здесь застревать, ну, по крайней мере, не застревать, а как бы медленно, да, убирать. Но так как в гардеробной, в принципе, там у меня не мусорится так, да, то я могу и вручную это все пропылесосить. Вот, но самое главное, что там-то в гардеробной у меня отопления нет, а ковер тепленький будет греть меня, потому что когда одеваешься там, то бывает прохладно. Вот такая расцветка, то есть он не супер белый, он такой как бы молочного цвета, вот, и серые вот эти вот треугольники, то есть вот этот серый орнамент, именно такой в скандинавском стиле, очень красивый, очень, и причем не маркий. Потому что, например, почему я говорю, что не маркий, что важно это для меня, потому что я здесь и обуваюсь же, то есть и топчусь ногами, да, в обуви. Ну и, конечно, подсвет Марси у нас безумно красивый, мне кажется, прям супер подойдет. А пока мы тут занимаемся домашними делами, Йоланда покушала, шатается. Да, и кровь пошла. Кровь пошла в бедр. Ну, выпадет уже. Наелась? Давай. Иди дальше, батонься. Ну все, давай, закрой ручек. Мы, кстати, Йоланду сводили на чистку зубов, почистили. Вот. Скоро вот жду, когда года два пройдет, ставить ей будем. Ну, не брекет, а хочу прозрачные капы ставить. Invisalign, или как-то так называется. Вот здесь сверху на гардеробной, вот на эту полку я поставила черную вазу с декором, да, с цветами. Не смотрим, да, на эту корзинку, там купальники, их надо отснять до конца и убрать за пудом. В общем, чтобы не было так пусто. Ну, а потом что-нибудь туда придумаю, поставлю. Просто сейчас временно убрала. Эта ваза у меня стояла здесь, где камин. А где камин, у меня сейчас остались здесь вот эти вот часы бархатные, звезда и еще одна ваза. В общем, так пусто стало. Надо растения сюда приносить, потому что прям пустой уголок получился. Чехлы, кстати, тоже все перестирали от одежды, потому что Марси на них залазил в шкаф и на них спал просто. То есть такой очень-очень домашний влог получается с очень домашними делами. Сношу по местам все. Так, полотенце у меня здесь лежат. Это надо то, что свекровью отдать, какие-то тарелки. Здесь, в принципе, у меня порядок. То есть как было, так и есть. Хожу постоянно по комнатам, проверяю, где что не на месте лежит. И вот здесь вот жду один комод тоже. Так что скоро вам тоже покажу все. Убираем на место все. А-а-а, детки наши. Окей. Анжела сделал уже здесь вот эту полку. Сначала, знаете, что получилось? Его вот эта розетка перепутала. То есть он здесь сверху делал, а там нижний, ниже сделал. Потом все переделал. И, в общем, здорово. Получилось. И получается такая, как законченная картина, наверное, для длинных вещей. У меня в любом случае осталось место. Так что это здорово. И дополнительная полочка получилась. Дополнительное место хранения. В общем, здесь сверху опять же можно что-то поставить. В предыдущем видео я вам рассказывала, что у кого нет мест хранения, то вот такие коробки для обуви, например, да, можно поставить вниз шкафчиком. То есть вот примерно вот так. Так что ступер. Но сейчас я здесь не смогу садиться, чтобы обуваться, потому что Анжела говорит, что вот эта вот штука может просто проломиться. Но в любом случае мне нужен здесь пуф какой-то. Ура! Все готово. Ну и сейчас стелим ковер. Анжела, посмотрите! Анжела, посмотрите! И вот здесь, в любом случае, я не пойду. Да, красиво! Какая красивая, Даня? 4 метра. И вот здесь 3 метра. Это, наверное, и в любом случае, я не пойду. Хорошо, у меня есть пуф здесь. Сейчас спорим с мужем, что надо было длиннее брать, 4 метра, я говорю, он был намного дороже. Она говорит, надо 4 метра было брать. В общем, ладно, взяла на 3 метра, супер, у меня батарея опять, все, сейчас вырубится. Йоланда улеглась. Знаете, какой мягкий, смотрите, прям аж это, аж, вообще, удобно лежать? В принципе, вон туда я не иду, потому что здесь, во-первых, шкаф, который пятый шкаф, ну, метровый пятый шкаф, здесь вот выступ такой, потому что там выступ на стене, поэтому туда мне в любом случае не надо, там у меня соутбоксы стоят. А до сюда, ну, я дохожу и все. Ну, можно было, да, можно было и 4 метра взять. А хотя нет, как бы я взяла 4 метра, у меня же там шкаф стоит, и здесь вот чуть-чуть пространства. Нет, у меня бы 4 метра не поместился. Все, сейчас объясню мужу. Потому что там-то выступ, нет, не поместился бы 4 метровый. Вот, что я, наверное, не взяла 4 метровый. Вот, а что вот такая гардеробная у меня обновление, здесь будет пуфик, где я буду садиться, обуваться. Я здесь поставила обувь, потому что камеру ставила сюда на полочку. Но, в любом случае, обувь здесь тоже помещается. Подушка пускай полежит, вот так. Так что, классно, классно. Ура, я довольна. Девочки, на этом я заканчиваю мой влог, потому что целый день практически снимаю что-то, и уже устала, и очень много дел уже переделала. Пойдем сейчас с мужем тоже кушать уже после обеденного времени, мы до сих пор не обедали. Ааа, все скользнуло. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите ваше мнение о моей гардеробной, как вам понравилось, нет. И с вами прощаюсь, всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. И на мой канал подпишитесь. Все, ладно, кстати, будем снимать скоро... Новогодний. Да, новогоднюю поделку что-то она будет делать. Да. Так что, мисс Бьюти Джи и ее канал. Мы тут придумали и вспомнили, что у нас есть вот такая катушка, как стульчик. И он мне прям идеально сюда подходит. It's ideal fit here. В общем, свожусь сюда и обуваюсь. И, девчонки, это очень-очень классно. Да, это такое же дополнение после видео, как обычно у меня. Но он здесь классно вписывается. Все, оставляю здесь. Если будет жестко вдруг сидеть, то я могу постелить сюда одну вот эту вот меховую шкурку. Все. Здесь у нас темнело. Я как раз хочу показать вам подсветку эту. То, что я говорила на балконе. Анжела здесь поливает наше растение. В общем, подсветка здесь. Вы сейчас это видите все более в сиреневом цвете. Но оно на самом деле более синий цвет. Потому что камера так передает. И так как свет горит в спальне, то есть растение видно. А, еще и на балконе горит свет. Растение видно. Но когда выключить свет и в спальне, и на балконе. Сейчас. Выключить. Анжела ушел. Иландо, выключи, пожалуйста, свет. Быстрее, быстрее. В общем, вот синяя подсветка такая. Но с этой стороны, если смотреть как бы немного дальше, то они смотрятся такие прям черные деревья. Вот эти. Вот. Поэтому свет этот нужно перенести немного в эту сторону. То есть, чтобы оно как бы по направлению вот сюда светило. На них. То есть, спереди, чтобы было. Так что в каком-нибудь следующем влоге покажу вам, как мы переделаем. Потому что через несколько дней только придет мастер. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...